Музыка Крещение Господне – один из главных православных праздников. Две тысячи лет назад рассказывают, священнослужители Иисус принял крещение в водах реки Иордан. По традиции, в ночь с 18 на 19 января верующие посещают храм. Ровно в полночь в церкви Покрова Пресвятой Богородицы начинается Божественная Литургия. Кстати, само слово «крещение» в переводе с новозаветного греческого означает «погружение» или «омовение». Но погружаться в ледяную воду не обязательно. Купание в Иордане – по желанию. Купание в проруби – это изначально вообще не православная традиция. Люди часто обманывают себя, ищут какой-то сакральный смысл в этом. Мол, окунусь, все мои грехи смоются, все это останется, заблуждаются. Пока одни верующие молятся в храме, другие на льду реки Тас набирают освященную воду. Праздничную атмосферу здесь создают снежные скульптуры. Два архангела Богородица с младенцем – крест. Здесь же прорубь, где тазовчане набирают в основном в пятилитровые бутылки воду. Рядом и Иордань для тех, кто все-таки решается окунуться. Тут-то красиво, очень все нравится. Фигурки и все. И купель. Ночью долгая дорога не помешали приехать из Гастале в Тазовский, набрать освященной воды, а еще искупаться Галине Корниловой. Вот уже более 10 лет она посещает все церковные праздники. Я не хотела сюда ехать, больно далеко ночью, думаю. А тут машину подали. Вот и приехала. Даже не холодно было. Ощущение прекрасное. Как бы ходишь, как будто рождается снова. Православные верят, что в ночь с 18 на 19 января вода обретает исцеляющие свойства и смывает грехи. Вот и в семье Сандаковых ходить за крещенской водой давно стало доброй традицией. Сегодня отец и сын набрали несколько литров для себя. Этот праздник традиционно еще как бы от родителей идет. С детства всегда ходили полночь на прорубь. Раньше и купались. В этом году что-то решили, что не будем. Но, тем не менее, такое духовное настроение. Очень чисто, светло на душе становится после таких мероприятий. Тоже как бы передается из поколения в поколение. Все-таки это традиция. Это святое. Прийти и набрать водички – это обязательно. Обязательная процедура. Каждый год. Почти у каждого сегодня в руке по несколько емкостей. И наполнить хочется каждую. Тем более погода в этом году и правда побаловала. Морозы отступили. Можно окропить руки и лицо святой водой. С крещенским, с радостным. Вода-то теплая. Хорошо. Погода порадовала сегодня? Да, конечно, 17 градусов. Еще бы. Какое настроение? Настроение прекрасное, хорошее. Воды набрали? Воды набрали. Такое радостное, праздничное. Я очень рада, что попала сюда. Погода позволяет набрать. Все отлично. По традициям или, как сказать, по священным правилам, да, от недугов защищаемся, умываемся, если вдруг плохое самочувствие. Всегда холодно. Как-то боимся этих морозов, купаться боимся. Но сегодня, кстати, погода выдалась очень хорошо. Ждем племянника. Сейчас придет. Сейчас пойдем купаться. Перекреститься, окунуться три раза с головой и испытать особое чувство готовы только самые смелые. Северян не пугают ни ледяная вода, ни минусовая температура. Но такое подходит не каждому. Например, медики рекомендуют с осторожностью и ответственностью подходить к купанию в проруби. А еще советуют готовиться к празднику заранее, начать закаляться. Тогда купание в ледяной воде будет безопасным. Ведь не ослабнуть здоровьем и окрепнуть вере можно без купания в проруби. Если у вас есть какие-то хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, неврологического характера, какие-то хронические заболевания эндокринной системы, сахарный диабет, тиреотоксикоз, лишний вес, обязательно нужно получить разрешение своего лечащего врача. Рекомендации выполнены, по крайней мере, на все 100 у Алины Михайловой. Она за месяц до крещения начала принимать контрастный душ и обливаться холодной водой. Сегодня это будет уже пятое ее погружение, второе в Тазовском. Признается, по сравнению с родной республикой Мариэл, атмосфера на севере уютнее, условия шикарные. На этот раз вообще было тепло, очень тепло, по сравнению с прошлым годом. И очень, кстати, комфортнее, уютнее стало. А вот Владимир Строганов погружается сегодня впервые в жизни. Говорит, ощущение, как будто заново родился. В общем, не зря приехал для этого прямо из Гасале. Потому что сегодня весь премьер-строй наш здесь, и поэтому не хотим падать лицом вниз. Мы каждый год сюда приезжаем. Вместе с коллегами из строительной компании приехал и Дамир Герфанов. Более того, именно он уговорил сегодня искупаться в проруби своих товарищей. Считают, в несколько секунд в ледяной воде придают заряд бодрости. Пятый год уже подряд. Каждый год. Вот каждый год я каждого здесь подтягиваю. Я сейчас ехал, да, они даже не планировали ехать. Я говорю, я приезжаю, я говорю, ребята, что, поедем? Они говорят, куда? Я говорю, ну, купаться, как обычно. Все. Вот Володя первый раз, сейчас вот готовится товарищ, тоже первый раз в жизни пойдет купаться. Конечно, для нас значит очень много, в первую очередь, очищения от всего такого плохого, негативного, чтобы светлое продолжалось. Все, все было самое главное. За безопасностью крещенских купаний следят спасатели, готовые в любую минуту протянуть руку помощи. По их данным, праздник прошел без происшествий. Нарушений никаких не наблюдаем. Мы присутствуем, мало ли что, должны успеть оказать первую помощь. Следим за порядком, следим, чтобы с людьми ничего плохого не случилось. Также для обеспечения безопасности верующих на площадке реки ТАЗ дежурят скорая помощь и полиция. Согреться после купания можно было в теплом автобусе. Сегодня проводим профилактические мероприятия на водных объектах с населением в этот праздничный день. Также сегодня на дежурции у нас присутствуют два госинспектора по нашего ТАЗ инспекторского участка. Также с людьми проводим профилактические мероприятия. Мы инструктируем, чтобы не заходили в алкогольном пенении воду. Всего же этой ночью и на следующее утро на Крещенском льду Тазовского побывали порядка 400 человек, а окунулись в прорубь около 100. 19 января на протяжении всего дня северяне продолжали идти к купели за святой водой, чтобы дух и тело были в здравии весь год. Редактор субтитров А.Семкин